В этом видео я хочу рассказать и показать, как смывать рисунок, сделанный краской на окне. Этого Санта-Клауса из мультфильма «Рик и Морти» я нарисовал интерьерной водно-дисперсионной краской «Дюлакс» с колорантами «Парад». Самый главный секрет, когда мы удаляем рисунок со стекла, заключается в том, чтобы чаще и больше использовать воду. Простую воду комнатной температуры. Я наношу воду с помощью пульверизатора, наношу не струей, а очень мелкими капельками, таким густым туманом, который обильно покрывает и стекло, и рисунок на стекле. Для того, чтобы снять рисунок, саму краску, потребуется вот такой, как у меня, инструмент, он называется вертикальный нож. Это малярный инструмент, его можно приобрести в магазине, который продает товары для покраски, отделки и так далее. Но нож – это все-таки не основной инструмент. В основном я использую воду. А ножом может служить и тонкий пластик. Чем больше мы добавляем воды, тем больше слабеет сцепление между краской и стеклом. Вот сейчас я удаляю краску уже простым широким лезвием от канцелярского ножа. На тот случай, если вы не найдете вертикальный малярный нож, то имейте в виду, что можно это сделать вот таким лезвием от канцелярского ножа. Просто вытаскиваем лезвие из канцелярского ножа и очень осторожно, очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не порезаться, снимаем краску. Очень легко, очень аккуратно, чтобы лезвие скользило по стеклу. Острыми углами лезвия царапать стекло, конечно, не надо. Вся работа делается плоскостью лезвия. Вот видите снежинки, нарисованные той же краской, уже за это время достаточно размокла краска на них. Они убираются совсем легко. Краска на стекле подсыхает, поэтому я добавляю еще. Если это происходит в зимнее время, то не используйте горячую воду, потому что со стороны улицы низкая температура и стекло от перепада температур может треснуть. В моем случае стеклопакет, так что тут бояться нечего, потому что температура между стеклами выравнивается, но все равно слишком горячую воду использовать не нужно. Внизу у меня под стеклом сейчас расстелена пленка, которую обычно используем при покраске, чтобы не запачкать все вокруг. И весь мусор, который я стираю губкой, тоже очень щедро смоченный в воде. Этот мусор собирается там внизу на пленке. После того, как стираю воду и краску, становятся видны кое-какие огрехи, поэтому еще раз обильно смачиваю стекло, и эти мелочи, скорее всего, просто сотрутся. Срезать их уже не нужно, потому что они и так еле держатся на стекле. Если пропустили какие-то участки краски, то можно кое-где пройтись еще немножко лезвием. Вот видите, я сейчас по краям собираю какие-то очень маленькие крошки. Бумажными салфетками впитываем воду. Туалетная бумага хорошо собирает оставшуюся мелкую грязь со стекла. Вот, в общем-то, и весь процесс. Как видите, все делается довольно быстро. Видео воспроизводится в режиме обычной скорости. Здесь нет замедлений, нет ускорений. Процесс сам по себе довольно быстрый. Само собой, чтобы можно было водой легко снять краску, нужно использовать краску водную. Не спиртовую, не алкидную эмаль, а водную краску. Сейчас очень много красок воднодисперсионных, водноэмульсионных. Акриловые краски тоже, как правило, водные. Латексные краски водные. Ну и тем более гуашевая краска. Все это водные краски. И водой они очень легко снимаются. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад помочь. Как видите, можно не ограничивать свою фантазию художника бумагой. Рисуйте на стекле. Стекло, если аккуратно с ним работать, это очень хороший материал, с которого можно удалить буквально любую краску.